сегодня у нас в гостях весьма суровая дама полярная она же белая сова ох не зря ее так назвали потому что вопреки тяжелой жизни на крайнем севере красивая белая пташка не только приспособилась к суровым условием почти безжизненного края но и стала его главной опасностью полярная сова обжилась в самых северных широтах евразии и северной америке но как гласит народная мудрость сибиряк не тот кто не боится холодов а тот кто тепло одевается вот и наша героиня не будь дурочкой снарядилась шикарным оперением косматы лапы и усики на клюве защищают голые участки тела от морозов а модный белый пуховик не только скрывает полярницу среди снежных барханов но и защищает от холодов пышная и рыхлая структура перьев работает как термобелье создавая воздушную прослойку которую не дает выходить теплу наружу полярные совы обладают плотным слоем перьев который покрывает практически все их тело включая и лапы это помогает им сохранять тепло в условиях экстремально низких температур у этих птиц выражен половой диморфизм только наоборот белая сова самая крупная птица из отряда совообразных в тундре самочки крупнее самцов длина тела самца может достигать 65 сантиметров а масса двух с половиной килограммов самочки соответственно 70 сантиметров и 3 килограмма размах крыльев составляет среднем до метра семидесяти для взрослых птиц характерно белое оперение с темными поперечными пестринами белое оперение полярные совы маскируют ее на фоне снега кстати самцы могут становиться практически полностью белыми по мере взросления в то время как самки обычно сохраняют темные пятна на оперении всю свою жизнь такая разница в окраске помогает сам сам лучше сливаться с заснеженной окружающей средой что делает их менее заметными для хищников и более эффективными охотниками в отличие от многих других сов полярные совы могут совершать дальние миграции они могут перемещаться на тысячи километрах в поисках пищи некоторые полярные совы были замечены в более южных широтах таких как сша и европа и даже япония что для арктических птиц весьма необычно особенность пористых перьев сделала этих птиц самыми бесшумными охотниками они могут подкрасться к своей добыче без малейшего звука перья работают как глушитель почти полностью поглощая звуки во время полета поэтому леммингом мышам куропаткам и другим животинкам коим не посчастливилось попасть в рацион нашей красотки приходится бояться любого шороха ведь аппетиты совы ненасытные в день ей нужно съедать как минимум четыре грызуна полярные совы одни из самых ненасытных хищников арктики а в голодную пору под удар совы попадают не только лемминги даже такие крупные животные как зайцы или утки могут стать обедом для этой охотницы кстати они способны выживать и в условиях крайнего дефицита пищи что делает их настоящими выживальщиками в суровых арктических условиях более того белая сова кошмарит несчастную фауну севера круглосуточно в отличие от прочих родственников охотиться хищница не только в сумерках но и днем а почему бы и нет если глаза приспособились видеть жертву за сотни метров при любом освещении полярные совы обладают уникальной анатомии глаз что позволяет им видеть в условиях полярной ночи глаза этих сов не вращаются в глазницах как у людей зато не могут поворачивать голову на 270 градусов в обе стороны чтобы компенсировать это ограничение это помогает им охотиться на добычу даже в самых труднодоступных местах если же добыча зарылась под снегом тоже не беда слух острее кошачьего в четыре раза он с легкостью укажет где скрывается аппетитный грызун за год полярные совы съедают до 1600 леммингов охотиться белая сова главным образом сидя на земле предпочтительно на возвышении и бросается на приближающейся добычу в сумерках иногда охотиться и на лету трепеща на одном месте в воздухе подобно пустельге но как же спастись от этого неуемного хищника правильно поселиться прямо у него под носом совы птахи моногамные и территориальные с насиженного места пара улетает лишь тогда когда сурово северных условий зашкаливает но вся соль в том что возле своего гнезда они не охотятся хищники улетают за несколько километров поисках добычи так что моя хата с краю совиной территории часто спасает от ее нападок это быстро поняли гуси козарки утки и другие пернаты мало того что здесь их не сидят так еще и потомство их защитят полярные совы яростно охраняют свою территорию от песцов главных охотников за зайцами птенцами в тундре видео описать вы сможете найти на нашем втором канале планета земля поэтому под защитой находится не только птенцы совушки но и птенцы всех тех кто поселился на ее территории отличный сторож не находите брачный сезон в марте-апреле сопровождается сложными ухаживаниями самец полярной совы привлекает к себе внимание самочек и оповещает о своем присутствии других самцов таким образом и он появляется на холме где бегает взад и вперед подняв хвост и поет длинную песню в разряженном арктическом воздухе эту песню слышно на расстоянии до 10 километров самец претендующий на территорию вступает в схватку с другими самцами и выгоняет их его избранница защищает эту область от других самок кстати сами совы по поводу гнезд не заморачиваются откладывают яйца прямо на земле количество яиц коих может быть от 4 до 7 зависит от того сколько леммингов бог севера послал совам в этом году когда бог севера ничего не послал а кушать хочется то совы откладывают миссию по продолжению рода на следующий год если самочка все-таки отложила яйца то она насиживает кладку около месяца все это время заботливый муж приносит ей покушать яйца белых совет появляются с разрывом в два дня поэтому птенцы отличаются по возрасту вы младшенькие погибнуть с вероятностью девяносто девяти процентов старшие пользуясь преимуществом в размере и возрасте бессовестно отжимают у своих братьев и сестер еду те везунчики которым удалось выжить встают на крыло в возрасте 54 дней следующие лет 10 они будут ужасом летящим на крыльях дня и ночи недалеко от поселения белых медведей до в природе белые совы живут около 10 лет а в условиях содержания аж до 28 их естественные враги это лисы а также песцы которые поедают птенцов и совиные яйца некоторые песцы делают попытки нападения на совиные гнезда иногда голодный отощавший песец отваживается приблизиться к еще беспомощным совятам сова защищая своих птенцов хлопает крыльями перед оскаленной мордой преграждая путь врагу если это не помогает она взмывает вверх как бы уступая дорогу как только песец бросается гнезду сова обрушивается на него сверху хватает когтями за спину и маха изо всех сил крыльями поднимает его вверх а затем бросает на землю не давая схватить себя зубами потерпевший неудачу песец падает и поспешно удирает едва успевая огрызаться от преследования расферепевший совы кстати на просторах интернета распространено мнение что полярные совы строят себе целые гнезда из леммингов это не так просто самец и самочка отлавливают еду про запас если чувствует что в дальнейшем ее может не хватить в общем холодильник всегда рядом складирование запасов из леммингов это особенность именно полярных сов полярные совы занимают важное место в культуре мифологии многих северных народов в культурах инуитов например они считаются символами мудрости и тайных знаний в то же время в некоторых мифах они ассоциируются с духами предков или выступают как проводники между мирами в результате изменения климата и антропогенной деятельности арктические экосистемы изменяются что может привести к сокращению доступных мест для размножения охоты полярных сов кроме того в более теплые зимы уменьшается снежный покров что влияет на выживаемость леммингов и других мелких млекопитающих от которых зависит рацион полярной совы однако пока популяции белых пернатых охотниц ничего не угрожает по разным оценкам глобальная популяция полярных сов колеблется в пределах от 200 до 300 тысяч особей а вам нравится эта великолепная хищница пишите в комментариях для тех кто долгое время с нами кто хочет поддержать развитие канала может перейти на платформу бусти патреон по ссылкам в описании там видео будет появляться раньше и без рекламы а возможные видео которых не будет на платформе youtube надеемся что вы цените наш труд спасибо что посмотрели этот ролик не забываем ставить лайки писать комментарии о том какого бы животного вы хотели бы увидеть следующем видео и делиться этим видео с друзьями это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео там много интересного с вами был канал о животных зу мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты любите природу вместе с нами до скорых встреч